Старшеклассники кадетской школы имени Кочетова готовятся к важным соревнованиям окружной спартакиаде кадет Приволжья. На этот раз наставниками ребят стали бойцы ОМОНа и воспитатели кадетского корпуса Приволжьского федерального округа. Когда вы бежите, головы пригнулись, вы прыгаете сюда. Нога прямая дождались, рука прямая. Прилетели и дальше бежим, поняли? Пока даже самые простые на первый взгляд препятствия порой оказываются непреодолимыми. Но упорство кадетам не занимать. Несколько попыток на подготовительных занятиях допустимы. На спартакиаде шанс проявить себя будет только один. Мы впервые выезжаем на такие серьезные соревнования. Это будет для нас очень тяжелым испытанием. Я ожидаю успехов. Чтобы слова оказались реальностью, команда из 20 кадетов и двух наставников будет отрабатывать все необходимые упражнения до совершенства. А этому придется посвятить все свое свободное время. Работать есть над чем. Самый тяжелый на это препятствие это был мост. Потому что шатается и тяжело удержать равновесие. Помимо полосы препятствий, лабиринта, стенки подземных ходов, брусьев, на спартакиаде ребята ожидают марш-бросок, метание ножей и интеллектуальные конкурсы. На Цивильском полигоне есть все условия для качественной подготовки кадетов. Мы находимся на полигоне МВД, где нашему кадетскому корпусу предоставлено время и место для тренировок, для подготовки к спартакиаде. Для кого-то нужно побороть свой страх высоты, для кого-то важно приспособиться к прохождению препятствий, чтобы не удариться, не спотнуться. Кому-то важно отработать, улучшить результаты по времени. Подобные состязания нужны для того, чтобы подготовить кадетов выпускных классов к сдаче единого государственного экзамена, определить уровень их физического развития и подготовки по начальным военным знаниям. В этом году спартакиада проводится на базе Пермского кадетского корпуса ПФО имени Кузьмина. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.